Продолжаем читать симфонию по трудам Архимандрита Иоанна Крестьянкина. «Дал нашему времени Господь других учителей вместо старцев. Вот, если желаешь, прими их. Это скорби, болезни и искушения. Нам теперь каждой скорби надо в ножки поклониться и руку облобызать. И это, дорогой мой, для нас самое надежное воспитание. Без выдумок, без парения духа. Просто и верно. Нынешние дни лукавы многих обманули, на духовный крючок поймав. Ведь только скорби и ходатайствуют о нашем спасении. Да, думаю я, что и во все времена спасение наше на кресте соделывается. Так что, слава Богу, скорби известуют, что идем мы путем спасения. А бегать от скорби с места на место – это гибельно. Гибельно. Скорби. Только скорби теперь приводят людей к познанию истины. Болезни и скорби в нынешнее время – единственные ходатай за нас пред Богом. Да не погибнем до конца. Ведь болезни – это попущение Божие. Споспешистуют благо человека. Они притормаживают наш безумный бег по жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. Все это есть следствие грехов. Но милость Божия и эти тяжкие последствия обращает нам же во спасение. Потому не ропщите. Несите свой крест с памятью о Боге и помогайте своим родным молитвой своей и любовью найти путь к Богу. Ведь это единственное важное дело живущих. Будем в трудные моменты жизни с молитвой взирать на крест Христов, ограждая себя крестным знаменем. Мы ли первые подвергаемся здесь скорбям? Спаситель, богочеловек безгрешный, скорбел, тосковал, даже ужасался в Гефсиманском саду. Он безгрешный такими скорбями, какие мы и представить не можем, шел спасать нас, грешных. Как же нам обойтись без скорби? Такие размышления много могут, чтобы укрепить и ободрить унывающую душу. Часто, очень часто наше сердце стремится искать утешение не в Боге, не в святых делах, не в святых местах и не у добрых людей. Многие ищут потопить свою скорбь там, где властвует грех. И что же удивительного, если при скорби доходят до отчаяния и обретают погибель? Надо нам всем помнить, что только в Боге наше утешение и спасение. Жизнь есть дар Божий. Обстоятельства скорбные посылаются нам по воле Божьей. Скорбями Господь воспитывает душу для вечности, а мы унынием и отчаянием и маловерием еще промыслов Божий сокращаем себе земную жизнь, расстраивая неуемными печалями здоровья, и Царство Небесное закрываем для себя. Мы к великому прискорбию все живем в суете. Нам больно на душе от всяких скорбей, бед. Все ждем мирного, тихого, благополучия земного. Приходит скорбь, и мы малодушествуем. Апостол, раскрывая великий смысл страданий христианина, говорит, «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Слышите? Дано страдать за Господа. Какая великая милость! Дано веровать и страдать. Испытания посылаются нам, как уроки жизни. Все мы ищем своего, а не того спасительного для нас, что угодно Христу. Господь мог бы, да и хотел бы спасать нас без скорбей. Да мы-то без них спасаться не умеем. Сила покаяния должна быть соразмерна степени греха. Если же нет достаточного сознания греха, нет силы нести деятельное, глубокое покаяние, то надо в смирении принимать посылаемые страдания и благодарить за них, как за милость, как за признак заботы о нас Бога. Господь забирает в мир иной людей при двух определившихся обстоятельствах. Это когда человеку во благо для вечной жизни, или когда нет никакой надежды на обращение человека к лучшему. И он, преуспевая во зле, безнадежно в нем совершенствуется. Вопрос, почему и от чего, не решается на земле. Ведь Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно, что все, что он делает, благо для нас. Одно благо – одна любовь. Иногда, сохраняя душу от повреждения, Господь переселяет ее в мир иной, не попустив оскверниться от мира. И к нам однажды придет этот всем ведомый, но никому неизвестный, всеми ожидаемый, но мало кому желанный час смертный. Чем тогда оправдается наша лукавая совесть пред всеиспытующим судьей? Никто из людей не знает ни дня, ни часа, когда единственный раз в жизни он познает, вкусит таинство смерти. И таинство это – неизменяемый и непреложный глаз вечности. Осмотримся кругом. Какое множество наших родственников, друзей, знакомых уже взято смертью. Взято и ушло в тайну, непостижимую живущим. Однажды в неведомый для нас миг она позовет и нас в послушание глазу вечности. Войдет смерть и в нашу жизнь. Душу, дыхание жизни, Дух Божий, живущий в нас, отзовет Господь к себе. А бренное тело, оставленное душой, земляйся и в землю отыдет. Какое сокровище имеем мы с вами в Церкви Божьей, если мы – истинные православные христиане. Святой Животворящий Дух, прославляемый Святой Церковью, всегда добудет спутником земной жизни всех нас. Будем смело и дерзновенно просить Духа Святого подать нам благодатную помощь. Для этого Он и послан в наш мир. Он духовной пищей насыщает каждого человека, младенца и старца, ученого и простеца. Каждому дает по возможности его восприятие. И от нашей свободной воли зависит воспользоваться помощью Духа Святого или отвергнуть ее. Святой Дух – это великая творческая сила. И творчество так разнообразно и богато в своих проявлениях. Нам же, дорогие мои, надо знать основные проявления этого благодетельного Духа, чтобы внимать за тем, что творится в нашей душе, и определять, в Духе ли мы. Дух Святой внимает нашим молитвам, если мы помним о нем и обращаемся за помощью. По трудам Архимандрита Иоанна Крестьянкина. Спасибо всем за внимание и до встречи на нашем канале.